Ну вот интересный бой. Надел Саш, вы помните, что кубинцы раньше были, ну как правильно, крепкие боксеры, такие с хорошим ударом, темповики и так далее. А вот совершенно другой боксер кубинский. Они очень перестраивались. Смотрите, даже похож на нашу манеру. Челночок на ногах передвигается, высокий. Да, они сильно изменились. Сейчас в той манере, в которой они боксировали, больше южнокорейцы боксировали. Скорее всего, да. Ну я думаю, что, конечно, здесь преимущество кубинцев будет довольно быстро. Вот уже 20 с лишним лет боксеры Кубы – бесспорные лидеры мирового любительского бокса. Самая яркая, отличительная особенность боксеров кубинской школы – это их универсализм. Боксеры Кубы могут все. Посмотрите, как великолепен Энрике Корион, его номер 149. Именно он принесет сборной команде Кубы первую золотую медаль пятого чемпионата мира. Можно сказать, что кубинский бокс – это европейская школа плюс латиноамериканский темперамент. Добавим к этому, что в течение многих лет кубинские боксеры тренировались под руководством советских тренеров. Старательно осваивали элементы советской школы бокса. Великолепное чувство дистанции, виртуозная защита, совершенно непринужденное передвижение, умение поиграть, а в случае необходимости применить жесткий бой – вот далеко не полный перечень достоинств любого кубинского боксера. На ринге лидер кубинской команды Анхель Эспиноза. Валерий, по-моему, это лучший боксер кубинской команде. Без сомнений, потому что я думаю, что в этом весе на сегодняшний день нет противника. Потому что я неоднократно видел его на турнире в Галлии, в Берлине, на чемпионате мира. Там, правда, по телевизору смотрел, но он умеет много. То есть у него есть, иногда, сильнейшим его накрутирующим ударом, ну, вот видите, уже и надбал. Да, но дело в том, по-моему, что если его поставить на вес выше, он и там выиграет. Возможно. Подавляющее преимущество, и, по-моему, бой до конца не будет. Не должен быть, конечно, потому что. До всех. Везде. Везде. В этой дистанции и вблизи. И торопится, спокойно выбирает. Очень чувствительно. Так все, веселый вид. И что интересно, что обладая таким жестким ударом, он никогда не идет на размен. Да, никогда. Ну, защищается он, не магнит. Никогда. Чтобы он менял удар за удар, никогда. Вот так, потом. Слева не спешат. Да. Это, конечно, звезда. Звезда первыми мячами. Явно преимущество. Победу одержал Ангель Истиноза Куба. По уровню мотивации кубинские боксеры нисколько не уступают американским. Однако их мотивация основана не на стремлении к выгодному профессиональному контракту, а на высоких патриотических чувствах революционеров. Спортсмены Куба истинные боксеролюбители. За всю историю еще ни один кубинец не ушел в спорт-бизнесе, не изменил традициям олимпизма. Несмотря на то, что многие из них, несомненно, смогли бы стать звездами и профессиональным римом. Кубинские боксеры любой весовой категории, от самой легкой до самой тяжелой, великолепно владеют любым тактическим оружием. Всегда находятся в великолепной спортивной форме. И все силы отдают до конца победе во славу своей Родине. Две ведущие школы мира как раз оспаривают вот в этом бою свое первенство. Но если мы говорили о том, что кубинская школа была вне конкуренции последние годы, то сейчас Советский Союз уже вышел на ее уровень. Ну да, ребята хорошо подготовились, и, собственно говоря, только преимущество, которое было у кубинцев раньше, сейчас уже снивелировалось немножко. Хотя я думаю, что рано еще говорить, что мы их догнали. На этом чемпионате, да, наши боксеры выглядят сильнее. Но еще будет много турниров, на следующий год игры в доброй воле. Посмотрим, что будет дальше. Соперничество между командами СССР и Кубы было спрогнозировано специалистами задолго до начала чемпионата. Главный тренер сборной Кубы Альсидес Сагарра предрекал 8 золотых медалей своим питомцам при любом судействе. Однако его предсказанием не суждено было сбиться. Привыкший к победам, кубинские боксеры на московском ринге потерпели 4 поражения. Первым, кто заставил усомниться в непобедимости кубинцев, стал дебютант основного состава советской сборной, казанский боксер Айрат Хаматов. Вы видите его полуфинальный бой с опытнейшим кубинским мастером Арнальдо Месса. Обратите внимание, что искушенный кубинский боксер едва успевает избегать мощных атак советского спортсмена. Айрат Хаматов все свои бои провел в лучших традициях советской школы бокса. Продемонстрировал великолепные волевые качества и вполне заслуженно завоевал золотую медаль. Перед вами бесспорно самый яркий поединок пятого чемпионата мира Андрей Курнявка и Анхель Эспиноза. Мнение специалистов о том, что советские боксеры утратили остроту, уже стали боксировать в ближней и средней дистанции, полностью опроверг боксер из фрунзе Андрей Курнявка. Начав чемпионат с очень трудным, на грани поражения поединка с американцем Рэем Лэттоном, он уверенно продолжил его победы над венгерским боксером Золтаном Фюзишем и буквально поразил всех ярким, для большинства неожиданным, финальным боем с чемпионом мира, звездой кубинской команды Анхелем Эспинозом. В упорнейшей схватке советский боксер оказался крепче. В самый острый и нужный момент он сумел таки найти брешь в защите соперника. В блестящей победе советской сборной нельзя, конечно, не учитывать факторы родных стен, хотя компьютерное судейство несколько снизило его значимость. Главным же фактором победы следует считать очень высокий настрой команды, который выразился в нарастании ее боевой мощи от боя к бою. Достойны похвалы все чемпионы. И Арбачаков, и Хаматов, и Ружников, и Акоп Кахян. 20-летний фрунзовец Андрей Курнявка достойен ее вдвойне. Андрей Курнявка! В третьем раунде, продемонстрировав лучшие черты советской школы бокса, он нанес несколько точных ударов и не оставил своему именитому сопернику никаких шансов на победу. Итак, пятый чемпионат мира завершился победой советских боксеров. Его результаты казались неожиданными для многих специалистов. Мы попытались разобраться в особенностях различных национальных боксерских школ. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки одновременно. Однако их спор на этом не окончен. Впереди новые встречи на крупнейших международных турнирах. Андрей Курнявка! Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки одновременно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова